Всем приветульки и красотульки, с вами Леон, и сегодня мы поиграем в очень-очень старенькую игрушку. Ещё в прошлом веке, которая была создана. В 99-м году она, ребят, вышла, и я в неё играл ещё на старенькой-старенькой приставочке Dreamcast. У кого-то, возможно, даже из моих друзей-знакомых эта приставочка осталась, но, блин, мне, к сожалению, пришлось копаться в долбанном эмуляторе. Копался очень долго, чтобы вам чисто показать эту игру, ведь я реально тратил на неё очень много времени, когда был маленьким, и, чёрт возьми, это просто ностальгия. Командир игрушек, так она называется, и поехали, значит, Гути, время пришло. Мы, игрушки, устали от того, как ты нас сначала используешь, а затем выбрасываешь на побойку, так что будь готов к бунту, так как я, Медведь Хоуглин, превозглашаю себя командиром игрушек. Только поединок со всеми нами может вернуть тебе этот почётный титул. В общем, суть игры довольно проста. Мы играем за парнишку, который придумывает себе всякие интересные истории, и тем самым играет игрушками по дому, гоняет. Вот, и задания весьма забавные, да и вообще атмосфера у игры в своё время была очень классная, да и сейчас, если забить на графон, то играть очень приятно. Вот, и я думаю, что, в принципе, наверное, возьмусь её проходить на канале с прохождениями, в описании будет ссылочка, ребят, на этот канал, если вы вдруг не в курсе. Вот, хочется уж проностальгироваться полностью и всё это дело пройти. Давайте посмотрим, так, блюдо дня. Ты многого добился, но это ничего не значит, если ты не умеешь готовить зверо с яйцами в воду и не забудь зажечь огонь. Да, так, ну давайте попробуем. Самое такое первое задание, простенькое. И, короче, да, вот просто, вот, ребята, такой вот графоний. Конечно, непривычно, возможно, для некоторых кто-то может спокойно забить на эту картинку, но, тем не менее, мне чертовски нравится. Так, нужно как-то зажечь плиту, получается, вот комфорка у нас, да, есть. Надо так посмотреть, где это есть, вот оно, по-моему оно. Сейчас посмотрим. Так, летим. Самолёт, самолёт, возьми меня в полёт. Так, вот мы одну поддержим людей, значит, а не то. Вообще, у нас есть ещё танк. Вон, танк справа внизу, у нас прям индикатор. Давайте эту самолётик посадим. То есть мы можем таким образом переключаться. Так, садись, садись. Так, так, всё, самолёт посадили. Это, ребята, управляется ещё не просто. Между прочим, я очень рад, что я смог вообще даже подключить геймпад к этой игрульке. Здесь есть много приколюб, допустим, вот эта вот котейка, она спит, отдыхает, мы можем в неё пострелять. Мяу! Ну, конечно, как слон и моська, просто-напросто мы на неё прём, ей пофиг. Мяу! Ладно, не будем убежать котейку. Так, на танке надо как-то проехать вон туда наверх и столкнуть яйца. Ой-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ёй! Уу! Окей. Столкнуть яйца, чёрт возьми, прямо в кастрюльку. Приготовить яйца, сварить яйца. Зашибись, ребёнок варит себе яйца, пока родителей нет дома. И делает он это в игровой такой форме. А-а-а! Яблоко! Так, аккуратно. Тихо, не надо, не надо нам это. У всех этих транспортных средств... Ой-ё-ё-ё, чуть было. А-а-а! Есть бензин. За ним нужно тоже так же следить аккуратненько. Так, ну и здоровье, естественно, тоже. Вот это задание само по себе, оно такое весьма пассивненькое, но бывают такие баталии, что просто жесть. Ай-я-я-я-я-я-яй, что это? Что с камерой? Но вы, ребят, не представляете, как приходится маяться с эмулятором, если у вас нет самого ремкаста и самой вот этой старенькой игрульки. Это да. Так что я, наверное, где-то полдня потратил, чтобы чисто этот ролик вам записать, показать. Так, давайте смотреть. Значит, вот это не то. Это не то. Переключаем комфорочку. Так, ага, вот. Отлично, отлично. Смотрите, зажгли. Супер. Плиту зажгли. Теперь нам нужно как-то столкнуть яйца. Тут есть самолетик, конечно, с одной стороны, с другой стороны. Наверное, ювелирнее будет это делать танком. Музыки, к сожалению, в игре нет. Придется запихивать самому, а ведь она очень классная. Благо, я нашел в самом треке этой игры и я, наверное, просто буду накладывать поверх. А вообще, музыка напоминает по стилистике ту музыку, что в Rocket League находится. Немножко даже не клеится такое музыкальное сопровождение. Блин, нет, и то, и то! Аааа! Вот, отстой. Так, мы только что уронили... Блин, мы сами попали куда-то, в общем, жесть какую-то... Блин, танк... Танк какой-то не танк, нифига. А, нет, вот можно здесь выехать. Хорошо. О, всё продумано, всё до мелочей. Так, 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 сюда. Всё, давай, 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 всё, хорошо, хорошо. Ну, хотя бы одно-то яйцо можно туда скинуть. А, стоп, там уже есть одно яйцо. А как оно-то нам оказалось? Хорошо. Опа! Нет! Чёрт! Бу-у-у-у! Мы потеряли танк! А-а-а-а! Жесть! Всё, у нас остался один самолётик, и что нам делать? Сможем ли мы справиться? Задание не провалено, пока у нас ещё остаётся одно яйцо! Одно яйцо. Может, его можно разбить, и задание будет выполнено? Два яйца. Вот, ребёнок, а, продукты переводит. Чёрт возьми! Одно яйцо разбил, понимаешь, своими игрульками. Так, надо аккуратно, оно очень деликатно там размещено. Аккуратно, ювелирно, как назудили, блин. Яйцо, кстати, которое упало, оно уже даже, это, запеклось, понимаете? Знаете, старые игры Dreamcast иногда делают ремейки на ПК-версии, но это очень редкое событие. Не так давно перевели одну из моих самых любимых игр с Dreamcast на ПК-версию, это Sonic Adventure 2, и я по ней просто в своё время обалдел. Так, аккуратненько, давай, 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 давай. Опа, ну, нет, только не туда, нет, а, а, зараза. Так, как, сработало, не сработало? Вот, и очень бы хотелось, чтобы эту игру перевели на ПК, но, к сожалению, нет, к сожалению, нет. Это, нет, не сделали. Оп, оп, давай, опа, уронили, супер! Так, и что дальше? Что нам нужно сделать дальше? Может, посадить самолёт? О, супер! Ей, мы выполнили это задание, класс! Окей, так, меню миссии, давайте смотреть на меню миссии. Что у нас? А, у нас открылось ещё два задания, смотрите. Морская ловушка, и надо будет гонка за кольцом. Давайте морскую ловушку. Кажется, твоя баржа с грузом попала в передрягу, как здесь полно подводных лодок. Использую радар, чтобы найти и уничтожить шесть вражеских подводных лодок. Окей. Так, здесь у нас прям кухня затоплена, вы понимаете? Жесть, он затопил целую кухню, чтобы поиграть, чёрт возьми, в... В барашков, блин, чёрт возьми. Так, это наша лодка, и мы её должны сопровождать. По ней будут стрелять, принимайте, я это ещё помню. Стреляем, стреляем. Так, главное самолётик не утопить, если мы у таком самолётиком, он у нас один. То будет провал задания. Так, мы можем также стрелять карандашами, то и без широкий цветами, вот так вот. Давайте попробуем выстрелить. Так. Твою мать! Аккуратно. Так, сейчас мы ускоримся. Немножечко. И ещё один заход, ещё один заход. Так, да что ж, сколько у тебя надо-то? Ага, понятно. Так, вот это надо как-то подобрать, если сможем. Но это подводная лодка, ну нафиг, блин, в воду ещё падать не хватало. Так. 24 карандаша у нас хорош замечательно а лодочка поэт лодочка куда она поплывет интересно туда давайте прилетим здесь по-любому это было не пи не последняя лодка которую мы должны под бомбить что такое об я уже не помню так прокачка то есть мы теперь стреляем не карандашами а колпачками от ручек здорово так вот есть еще подводная лодка так отлично вообще обожаю в играх такую тематику когда играешь детскими игрушками помню раньше еще у на dreamcast у меня была игра про зеленых солдатиков и у них был свой сюжет который был довольно таким жестко серьезным даже и что-то кто-то по нам стреляет нет не нравится вы это слышите то есть там прям такая драма военная была но прикол в том что это ведь все было под антуражом так отлично антуражом детских зеленых солдатиков ну блин это было клево возможно как-нибудь я возьму и тоже ее пройду мне тут некоторые подписчики пишут прям возьми и пройди за по проходе старые игры ведь это так классно ностальгии все дела я думаю почему бы нет так что у нас маркеры отлично мы сейчас будем теперь еще хреначить маркерами наша мощь не знает границ мы будем стрелять маркерами у нас бензин кончается нужно что-то с этим сделать какой классно так славно вот у нас бензин как раз здесь так и что зараза он утонул под воду что ли ушел а все мы прошли ей славно вот так ну наконец да да так все вражеские подводные лодки уничтожены твой транспортный корабль может быть спокойно может быть браво браво от меня ты так быстро комплиментов не добьешься пока ты не пока ты по крайней мере не побьешь мой рекорд в общем по сути нам предоставляют огромную хату огромный дом и он разбит на такие вот отсеки в каждом из отсеков орудуют свой босс которого мы должны победить и в конце концов нас ждет босс огромный-огромный плюшевый медведь и его мы должны будем победить и вообще самое клёвое то что ты чувствуешь себя маленьким по соотношению с вообще с этой мою большой гигантской квартирой там кстати еще подвал есть кстати да подвале я даже помню какой босс был есть ребят в этой я играл еще 2000-х годах начала двухтысячных это было так весело так проникновение смотрите тут прям такая жесткая к это низко есть мои друзья разработали новое смертоносное оружие способная аннигилировать тебя в два счета тебе повезло сейчас у нас идут что не ждут подкрепление но это ненадолго конвой не должен добраться до базы разрушим ворота чтобы твоя лодка добралась до вражеской базы затем укради секретную бомбу и взорви мост счет это вообще звучит очень-очень жестко и угрожающим только гляньте какая здесь база сделанная из тостеров бутылок консервных банок лавку черт возьми поставил увидим моста ладно у нас есть что-то вроде непонятного военного кукурузника мы можем стрелять как-никак хорошо и нам нужно по уничтожать там по ходу всех нафиг конвой а вот и конвой да а это хрень по нам стреляет мы маневрируем микроволновка кстати тут вот такие вещи как микроволновка всякие тостеры возможно да они принципе интерактивный с ними как-то всегда можно взаимодействовать ну не конкретно конечно эти предметы которые перечислил но вообще вещи такие есть иногда когда на них натыкаешься становится очень забавно и приятно так нужно уничтожить нужно уничтожить это безобразие так вот там что такое смотрите там грузовичок это наш грузовичок ну и мы можем управлять окей это будет непросто нам нужно очень аккуратно а чёрт так ускоряемся ускоряемся все это черт возьми непросто полобрали карандаши нам бы сейчас опнуться котёнок так берем что тебе нужно вот славно нам бы нам бы сейчас какой-нибудь апгрейд на наш самолетик и было бы очень классно обалдеть так уж вы видели ракеты ракета столкнулись и взорвались я конечно до этого замечал что когда в танк стреляла то же самое произошло но блин сам факт что здесь такое есть я такой старенькой игры вот раньше игры были делали с душой ну не знаю сейчас конечно тоже есть хорошие игры но раньше как бы сам прикол в том игр был в том что делали но много хороших сейчас надо как-то научиться фильтровать те игры которые ты играешь искать действительно хорошие чтобы в них проиграть очень много дерьма сейчас делают это все мешается так и вот почему вы просто не взять концепцию вот такой вот старой игрульки и сделать такую же ну что аналогов такой я не знаю по крайней мере именно вот в таком же антураже квартирки все так у нас там собственно конвой то он едет и это все на время нужно как-то аккуратно а вот кстати об у нас давай 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 хорошо люди так это а понял это у нас ребята просто стрельба обычная это не ракета у нас обнулись тебя было бы неплохо на ракетах нужно уничтожить мост или что нужно уничтожить конвой вон они летят едут надо их уничтожить уничтожить всех уничтожить а учить мы победы я думаю что это задание нам не по зубам а ремонт славно летим я боюсь что эта штука доедет до места и мы ничего с этим не сможем сделать а им соус сэш блин капец он так-то бронированный чет его возьми так давай ускоряемся нам нужно забрать вот этот вот карандаш отлично так теперь блин они вообще уничтожаются нет по-моему да он делятся давай давай черт возьми сломать сломать нафиг эти ай-яй-яй как больно блин тоже нифига вы представляете сколько урона нужны внести но к сожалению мы не справились полин слишком поздно такой довольный робот блин пересекло мост подкрепления не прямо у тебя из под ног ковер вытащили дружок ну и юморок такой соответственно такая игра мне кажется если бы была в стиме если бы она была на пк в нее бы можно было ну не знаю за нее бы наверное по-любому просили бы рублей 200 возможно я бы за нее вот столько бы отдал тем более эту старенькой гулька риммейк ну вот к сожалению мне пришлось ставить долбанный эмулятор ну-ка тихо были у него неудобно знаете стрелять бум хорошо он хорошо надо находить еще каким плюшки они разбросаны по всей квартире вон допустим те же ракеты но нам нужен именно апгрейд возможно если мы будем атаковать базу врага из поломанных юнитов будет что-то выпадать там есть танка он патрулирует я понял то хорошо что у нас выпало это бензином нафиг не сдался ой да хватит по мне стрелять ты и юрий другие комнаты очень классно выглядит особенно когда там родительская спальня там отлично о знаете что у нас что мы подобрали надо как-то научиться переключать волны нового ништяк так это у нас ребята мины и мины эти очень классные так надо аккуратненько их здесь вот посадить а или или нет это это миномет я вспомнил точно то не столько не насколько это миномет нам нужно как-то как-то да то есть мы бомбардировщик я забил люди был надеюсь тебе понравилось черт возьми надо сделать еще один заход но это очень ювелирный ребят надо делать как бы как бы это сделать так чтобы они меня не прикончили чтобы я нанес им как можно больше повреждений как насчет вот так боже да и мало я она не понравилась урона я нанес наверно много и красота красота она только маловато надо надо что а вот мины кстати были кнопки сразу я не знаю сколько урона надо влезать падла я вам еще это припомню так спокойно все сейчас вот кнопочки здесь поставим они же тут катаются да она вот так летим дальше я думаю что тут надо наловчиться хорошенько чтобы это все дело истребить блин танки серьезно не понял так не подобрал досада досаду хорошо так где вы нам апгрейдится внизу есть под столом что нужно же быть концов нет нету блин как мало ресурсов дают но и опять же слову о старых играх они довольно хардкорны если первые задания мы прошли на раз-два другие у нас реально будет try hard и это зашибись также я наверное на втором канале с прохождениями сделаю отдельный ролик как поиграть в эту игру если вы сами хотите но если у вас нет геймпада боюсь что это будет достаточно проблематично на клавиатуре с настройками эмуляторов очень все плохо выполнено скорее всего нам придется делать заход именно вот такие что а ну давай все ёпо ёпо и они уже проехали мост ну что ж ребятки пожалуй на этом я закончу этот небольшой ролик полное прохождение этой игрульки опять же вот смотрите на втором канале да там же будет инструкция о том как вам поиграть в эту игрульку все необходимые ссылочки а на этом всем удачки всем спасибо за просмотр и всем тортик